здравствуйте друзья у нас в студии гости и давайте гости знаете что представляйтесь от вас никто не знает меня зовут я на меня зовут ваня мы из беларуси из минска и сейчас так из беларуси из минска вы как давно мы с прошлого октября то есть месяцев девять все вместе но больше это про вас там в каком-то онлайнер бивай там статья была до вашей фотки там были такие красивые или фотки на нашу мыльницу снимали хорошо ну а после этой статьи там вам как-то перепала какой-то известность или так негатива хлебнули конечно в комментариях ругали что ну конечно это же как бы развлекательный портал там если не польют это не развлечения читали я понял ну хорошо значит давайте значит я на у нас училась в где ну так но в каком в каком классе выучились ноябрь 11 по-моему это была группа онлайн-класс онлайн-класс я я к тому что класс был онлайн значит вы учились в онлайновом классе вы начали в ноябре соответственно закончили где-нибудь в середине февраля вот такого плана а чем вы раньше занимались я экономист по образованию я извиняюсь годик сколько вам примерно в таких годах можно еще точно говорить маленькой так это что это ваш муж а когда же вы успели я не понял в каком же возрасте 21 я думал сейчас раньше 30 никто и не интересуется такая необычная ну хорошо дальше 23 года а тогда вообще 22 было когда пришла к нам примерно ну хорошо то есть я так понял что экономистом вы поработать не успели успела два года заочно заочно да я понял как вы к нам попали в школу это наверно с подачи больше бане потому что он вас смотрел еще в белоруссии спасибо за видео все по делу четко хорошо и ваня говорит чуть и без толку там болтаться или что он вам сказал ну ваня сам программист поэтому он меня все время это меняет это меняет дело он начал это уже задолго подготавливать мне еще в минске окончила курс у нас есть такая компания белхарт называется я незадолго до отъезда в америку окончила эту школу но особого результата скажем так я не получила в каком виде вы хотели результат вы же работали не искать я пыталась искать не знала что я уезжаю в америку и это немного психологически так не меня скажем да конечно конечно обманываю что я уйду ну хорошо значит вы немножко поучились на русском языке потом вы где вы английский учили как вы английский но основной наверное база я получила при подготовке в университет я с репетитором нанималась а потом я работала в отделе снабжения и я постоянно контактировала с китайцами с индусами то есть мне нужен был английский я понял то есть вы так на самом деле нахватались еще в беларуси но было немножко и так когда вы за это дело брались вот за этот онлайн курс вы вы понимали примерно что это или вы считали что какая-то афера и что муж вас непонятно на что пихает и все добром и все не кончится у нас еще и знакомые у вас учились и это муж и жена они обработают ну хорошо то есть вы как бы вам было проще вы знали людей которые прошли каким-то путем значит теперь итак вы в феврале закончили когда вы нашли работу последнему занятию у меня уже был джоба хорошо скажем так как и сколько времени у вас ушло на поиск работы так поставим вопрос от момента как вы начали это делать если не брать в расчет вот эту подготовку когда вы советуете с другими штатами поиграться реальный поиск работы я начала где-то после крисмуса то есть где-то вот в январе я начала но честно признаться очень мало здесь предложений в филадельфии как-то наверно идти не особо развито и это было у меня реальное первое интервью face to face и я просто за него схватилась наверное и не отдала никому хорошо вот то что вы в других штатах там упражнялись немножко да это вам дало какую-то уверенность дополнительную то есть какой-то лоск на вас не зря занимались в других штатах мы еще снимали все это на видео и после этого я на по этим всем своим интервью проходилось исправляла ошибки записывал вопросы все как надо я следила за собой наблюдала насколько я неуверенно отвечаю я понимала что это неуверенно я анализировала вы где-то где вы нашли такую правильную нет девушку такую где нашли надо знать местами я вот тоже сижу и думаю где такую классную девушку вообще паразит не то что там лишнюю милю да как тут говорят а так это все ну по делу все молодец значит теперь так вы уже работаете считай полгода с точки зрения вот денежки которую платят филадельфии тестеру это примерно то же самое что в других местах или поменьше или вот что там происходит я думаю поменьше это 50 тысяч в классе с чем сравнивать если сравнивают с краями америки 5 не с бостоном или калифорнии то меньше а если с центром то нормально то есть скажем начинающий центр теста там полтинник получает в год в тех местах где в той части где вы живете вот там я в самом городе или пригороде филадофии мы переехали чуть-чуть за 20 минут на поезде хорошо общем мы жили в центре 2 за платье 20 минут на поезде сколько стоит дом такой ну скажем entry-level дом там 3-бедрома 2-бастрома вот такой entry-level 3-бедрома но мы вот что смотрели можно купить кондо двумбедрумная за 130 тысяч в принципе можно плюнуть бы на все уехать вот в этот 20 минут на электричке но не хотелось бы жить но возможно съесть за такие деньги купить что-то минуте у вас деток еще нету ну вы можете купить квартирку так и пару пожить в нем а я не знаю может у вас еще пять лет там вы подождете а через пять лет так вы квартирку сдадите купите себе домик квартирка будет пока выплачиваться да я читал ваши так сказать на форуме да как ваша жизнь а мы тем же могут нас точно так же но правда уже была деточка большая но правда ну дальше уже мы ой да слушайте за 130 тысяч ту-бедром то ну хорошо но тут можно в принципе даже за семьдесят пять взять что-нибудь но там будет вообще убитая нет ну это не надо получается что человек который получает 50 тысяч допустим скажем два тестера таких как позорных таких начинающих там до 50 тысяч два этих тестера они уже стольник зарабатывают вот а если один там не дай бог программист вам сейчас все завидовать начнут то кто нас смотрит но скажет буратины чтобы нормально жить я не знаю вот ведь мы в минске жили и в принципе как бы сейчас мы живем чуть-чуть наверно выше по уровню жизни это зарплаты наши выше на много то есть грубо говоря мы совсем сейчас еще среднего может по местным меркам да но по меркам как бы уровня жизни минске мы наверно не намного дело ведь в том что в минске то вы прожили там 20 с лишним лет правильно а здесь вы еще года не прожили поэтому когда вы здесь проживете ну допустим еще пару лет и подниметесь на тот уровень на котором вы должны были бы быть через пару лет и вы глянете на то что как вы жили в минске вы вы поймете что это вообще не сопоставимо дело даже не в этом дело в том что все-таки жизнь в америке по сравнению с жизнью то в минске киеве москве там я не знаю бишкеки и так далее предоставляет некоторые вещи которых там просто нет помимо того что можете купить больше апельсинов или там дольше ехать на трамвай значит вот есть нечто что за деньги не купишь пойти вот я даже не говорю про экологию там или что-то такое вот можно забить скотом белвежскую пущу там или поставить свинцовый забор что под радиации и жить но но во всяком случае есть еще кое-что и вот это кое-что вы начнете со временем больше и больше ценить потому что вот когда этого человека отнять тогда уже вообще ничего не в радость вот это она не с не сразу заметно в штак больше сравниваешь там нас доллары с рублями зайчиками там ну да или легче сравнить конечно конечно значит что повредство временем как бы мы все лучше и лучше себя ощущаем это сто процентов потому что мы решили все проблемы с документами мы решили проблемы там со всеми как бы вещами которые надо в том купить уже совершенно по-другому ощущаются деньги ну конечно конечно а вот когда вы начнете еще так налогов меньше платить это обычно не очень платили это новенькие я кстати вот по этому вопросу хотел задать давайте по страховке значит вы когда работали страховым агентом дальше есть какая какая-то возможность при покупке дома значит не платить этих денег которые уходят на покупку дома налоги правильно или нет то есть ну конечно у вас есть моргидж если вы купите дом без моргиджа то это никак не повлияет на ваши налоги допустим вы жили в москве продали дом квартиру продали у вас есть 200 тысяч наличкой пришли купили квартиру за 200 тыс это никак не повлияет на ваши налоги за исключением того что вы платите налог на собственность который вычитается из вашего налога облагаемого дохода налог на собственность вот скажем у нас с 200 тысяч вы платили бы там я не знаю скажем две с половиной тысячи в год налог на собственность еще год вычитались бы из налого облагаемого дохода но поскольку у вас скорее всего будет моргидж и этот моргидж ну допустим у вас будет я не знаю две тысячи в месяц например соответственно к тем двум с половиной тысячам которые у вас там хотя при 130 тысяч там нет таких денег ну не важно допустим что-то подороже что-то купили так вот значит получится что вы 24000 плюс налог на собственно там допустим 30 тысяч там 25 тысяч 20 тысяч зависимости от стоимости вот значит тот моргидж который вы погасили не принцип то есть погашение займа а интерес вот этот интерес плюс property tax вычитаются из налогооблагаемого дохода поэтому вы говорите себе вот я купил там что-то я теперь плачу две с половиной тысячи в месяц за жилье но это не совсем так потому что эти две с половиной тысяч в месяц если учесть что у вас скажем налоговая какая ваш как ваша шкала где вы там находитесь то может быть вы треть можете из этой суммы отнять и получится что это не две с половиной тысячи а скажем там 1700 на и можно еще в другую шкалу попасть и вообще тогда будет хорошо это никак не связано потому что когда сейчас обещаю налог не не берется вот ваш налог на этот такс брекет не принял не применяется ко всей сумме допустим вы получаете 100000 например да значит вам говорят первые там 13 тысяч вам прощаются дедакшина там всякие и тогда попрощаются значит от 13000 до 30000 вы будете платить там 12 процентов от 30000 до 60000 18 процентов я от балды и так далее поэтому переход в нижний какой-то брекет там так брекет и так далее это просто сумма вот в этом диапазоне налога значит больше меньше и так далее это не одни не ко всей сумме применяется только вот кто и которая перевалил из этот порог поэтому там если ты уже перевалил ты на всю сумму платишь эти налог нет 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 конечно только только вот наверно на на ту сумму на которую перевалил это все очень очень незначительная вещь то есть я могу сказать что я плачу 50 процентов налог но и это правда но это не относится ко всему моему доходу не то есть дай бог ведь такой доход чтоб с него платить как можно больше по 50 процентов понимаете я вам скажешь что поскольку я начинал совершенно в нищете в полный и дошел до 50 процентов то я могу сказать что я предпочитаю платить 50 процентов и чтобы остальные уже у меня остались и так далее а плюс вы же молодые соответственно вы за счет того что берете моргиджи вы снижаете налогооблагаемую сумму то есть таким образом общий процент налога который вы платите общий процент уже усредненный остается меньше поэтому когда молодой берешь на себя лично ну ты за это кровью плачешь я сейчас избавился от всего я сейчас плачет по полной у меня сейчас моргиджи ну один там есть на доме где мы живем а так я от всего избавился я понимаю что если чего-то случится у меня же нет времени на то чтобы вернуться в строй поэтому я уже вообще в нулевом риске нахожусь а когда вот мы были ну не такие как вы конечно были старше может на 10 лет мы вообще бесстрашные были как я не знаю что а поскольку было время хорошая а мы не соображали ничего страхов не имели но в хорошее время попали и будет она рванула то же самое в нехорошее время мы бы штанов оставить как вы думаете какое сейчас время ближайшие годы я думаю быть очень хорошими всегда есть как какая-то опасность форс-мажора но снижение цен на нефть причем это явно долгосрочная история значит этот толчок экономики крайне низкий interest rate вот они должны были вот там не знаю подняли сегодня не подняли ночью они может быть там приподнимут на три копеечки но если бы там уже они этим давно занимались экономика вот еще бумировала бы на высоком интере строите то есть понятно было что в ли момент вам может быть а сейчас ему куда отваливаться мы сейчас живем ситуации экстраординарных мер по усилению экономики мы сейчас у нас у нас кризисный менеджмент у нас интерес вообще ноль межбанковский поэтому где же там куда же там падать нет нет бума нет разгона нет ничего такого что сказать ну разогнали сейчас как рухнет вот кроме зарплаты программистов сейчас ничего не бумер и поэтому значит ожидать какого-то вот коллапса я даже не знаю а с чего но еще раз всегда может найтись что-то потом что потом задним числом все скажут вот оказывается что там было и вот там вот тут ровенович вот тут ровенович он предупреждал но проблема рабиновича в том что он два раза подряд никогда не предупреждает правильно примете на каждый случай есть тут рабинович там петров тут сидоров который предупреждал но чтобы кто-то на систематической основе мог предупреждать такого нету поэтому если он такой был так вам бы никого не предупреждал дело не в этом если которых работа предупреждайте все обсуждают что он там предупредил просто это никто не знает в общем и в целом без знания каких-то вот таких странных вещей я думаю нам предстоит хорошее время еще достаточно долго я так думаю но но вы никогда не знаете тут есть политики там есть какие-то идиоты там которые кнопки нажимают тут все что хочешь может быть так что ну а так в целом конечно я я не вижу пока приближающегося ничего такого как называется трендеца вот то есть если вы не будете читать там белорусские издания или там российские так вы никогда не узнаете что у нас кризис или там что такое произошло да тут как если честно мы когда там жили больше читали всякой политики там этих вещей а как-то тут приехали первое время ой тут люди вообще не знают что происходит в мире а вот так сел и сам уже ничего не читаешь и все тебе хорошо а я то знаете что проходил я вдруг поймал себе на том что я не хочу смотреть футбол а раньше смотрел я не только там за сборную но вообще перестал смотреть футбол на тиране и за сборную же не хочу футбол и даже олимпийские игры вот не то чтобы понять приспичило там побежать 1 года фигурное катание там по старой памяти поглядеть там конечно съемки красоты невероятные просто как произведение искусства как они сейчас это все обставляют но так ну хорошо ну так что может просто времени скала понимать и я уже не не вижу чтобы допустим престиж страны или там правильный выбор политической системы определялись количеством медалей я думаю там где все правильно там медаль вообще никому на их не нужно куют золото совершенно в другом месте ну что же хорошо давайте мы вернемся к я не с точки зрения студента онлайнового класса вот все таки мы эту тему у нас на канале очень мало разработали его дело только последние там может быть несколько недель пару человек вот вытаскивал значит на публику сложно вот в чем сложность онлайновой учебы сложность самодисциплина сложность потому что надо постоянно себя держать в тонусе и самому себя заставлять что-то делать потому что ну понятное дело лекции ты слушаешь ты понимаешь запоминаешь без практики ничего не будет то есть ты должен сам постоянно заниматься самообразованием то есть вы нас направляете а дальше мы уже хорошо вот сколько часов у вас уходила на занятие вот ну скажем в неделю вот три часа мы на занятиях у вас еще сколько уходило ну я не знаю честно говоря часа два-три может быть максимум я тратила в день то есть реально при том что у меня был честно говоря свободный целый день потому что я не работала и могла себе это смотреть но я постоянно смотрела все ваши видео то есть мне было очень легко то что можно было посмотреть видеоматериалы это но это же тоже время занимает ну да но это такой самый простой наверное способ получения информации но это не в счет как бы это вы не считаете это время на видео мне кажется нет что вот именно важно сесть не знаю пописать тест кейсы и там самому попрактиковаться у меня например впечатление такое что перед тем как вы идете в онлайновый класс на занятие вы должны выполнить некоторую домашнюю работу которая потом обсуждается в онлайновом классе значит по моим понятиям меньше чем за четыре часа этого сделать нельзя подготовиться к уроку меньше чем за четыре часа нельзя то есть по моим понятиям это должно быть 12 часов минимум в неделю подготовки и три часа на уроке ну ну 15 часов в неделю меньше я даже не представляю вы тратили время на подготовку к уроку или так нет я тратила ну на самом деле у меня было время я понимала что если я не буду тратить это время на подготовку то кто же может его потратить потому что ну я действительно в бане работал я сидела дома говорит пушкин что ли да то есть ну я может быть не тратила те четыре часа я не буду брать то есть она просто намного быстрее все делает ну да она же маленькая она еще недавно в школу ходила она не отвыкла учиться хорошо вы в группе в этой там было человек на на 75 там до такого плана сотни сотни не было человек 75 было вы завели там может знакомых каких вот какое-то общение есть с кем-то ну если честно нет как-то был один парень но он из экстракласса из филадельфии мужчина мы с ним немножко так по телефону пытались связаться чтобы если что помочь друг другу если там какие-то нужные будут если вакансии какие-то работы да ну как-то мы с ним немножко пообщались и потом как-то и перестали не знаю разбежались ну хорошо ну потому что я быстро нашла работу и мне там вот этот чат он стал не актуален грубо говоря то есть я уже пошла и пошла и пошла хорошо с точки зрения выполнения работы у вас не было такого ощущения сейчас меня выгонят я ничего не знаю знать как вот вы может быть не читали книжки как пионеры там немецких разведчиков разоблачали но вот не было очень что такое сидишь такой шпион немецкий сейчас пионеры тебя придут и раскроют первую неделю первую неделю было такое ощущение да все время на таком на каком-то стрёме сидишь вот так вот ждешь что какой-нибудь вопрос сейчас зададут а ты такой ой а я чё-то этого не знаю но на самом деле вот первую неделю в пятницу я как сейчас помню я вышла с работы с дикой головной болью мне было настолько мне казалось что у меня столько информации новой в голове а потом оно как-то вот все пошло и пошло и пошло и пошло и пошло и вот сейчас я уже на той стадии когда я задумываюсь о новой работе то есть мне уже и вот сейчас она уже учит своего тимлида как надо делать тест кейс ну все правильно то есть вы как бы сказать поскольку молоденькая вы ищете нестабильности а вы ищете больше вот тоже называется их спор и это очень важно вот пока то что-то молодой не набрал ты уже потом не наберешь поэтому вам сейчас надо вот чтобы хрустела от нагрузки и по максимуму вы ручной делаете тестирование ну идите в автоматизацию тем более вот муж есть там объяснит пару хохмачек там путь уже готова я начинаю новое новую текст и цветок поиска и будем выходить на новый уровень давайте давайте сейчас убойно ну кроме селениума самого который мы знаем о чем речь мы сейчас начнем писать 10 10 занятий запишем поселению просто полный курс повесим что у вас будет доступ но сейчас очень мощно идет если вот супруг может вас в эту сторону раскрутить немножко тестирование веб-сервисов этот рост и пиа и спайта подлинных сам день это просто вот нас меньше 100 тысяч вообще за это даже и разговорами вот так что и вам есть куда двигаться мы пока в джаву пошли не знаю что в селениуме пошли в селениум с джавой изумительно очень хорошо смотрим что выйдет ну чё же давайте значит для того чтобы реста пиа тестировать нужно как-то что-то понимать как оно все происходит там внутри и человек который только что работал с формочками очень сложно перейти до к этому проще через селениум ну в конце концов да когда человек перестал шугаться от там каких-нибудь дейта тайпс там или там циклов и я помню знаете у меня у меня когда начал преподавать это все я понял что если я начну объяснять людям разницу между там стринг и интеджер на на уровне как бы ну как вот учат да там в университетах я их напугаю раз они просто не как сказать я никогда в жизни этого не буду делать и и все на этом все закончится поэтому я понял я вообще не буду объяснять что это я только покажу как пользоваться и и они совершенно легко и спокойно с этим ходили вас они должны знать что это но это же неважно вот написано функция возвращает стринг значит назначаем переменную стрель и в нее кладем ну что еще надо знать ну что вот я по такому же метр для тестера ну что тестер должен знать об этом или не дай бог там вот там слышь там массив какой-то массив называется там вася ну хорошо а ты скажи ему что вася это пойнтер ну и и все и человек уже он сразу же скис я она поняла это когда она не знает что это ссылка знает как она работает ну и хорошо да в нашем деле главное не напугать никого как-то не спугнуть не спугнуть когда далеко пойдет настроить мозги яночка я понимаю что у вас на самом деле подпорка сильная в виде ваня который вам не дает крыши куда-нибудь в сторону уехать это конечно большое дело это большое дело они ведь не ценят ваня они же не ценят ценят у меня уже нехорошая жена хорошо это я провоцирую значит а да но вот и когда вы обращаетесь к людям которые думают на эту тему вообще вот уже с тем что вы прошли что-то и какой-то путь вот вы вы бы что сказали вот тем кто думает пойти в онлайн класс не пойти в онлайн вот что нужно чтобы быть успешным в онлайн классе ведь многие люди даже резюме не просит не просит сделать так они вроде походили походили все нужно большое желание потому что вот я честно говоря когда сюда приехала провела три месяца дома для меня это было вот наказание честное слово просто наказание потому что когда ты не ходишь на работу когда ты не делаешь чего-то когда твои мозги не шевелятся и не работают это просто вот ужасно и у меня было действительно огромное желание я вот понимала что я должна устроиться на эту работу чтобы для самой себя вот что-то доказать что я что-то могу то есть но для меня и самое главное это желание если человек не хочет то есть не было страшно конечно я очень боялась что это все новое что я в этом никогда не работала но у меня конечно была большая поддержка мужа потому что он у меня все время меня толкает вперед и говорит что я молодец он во время этого курса не столько технически вас как-то поддерживал сколько вот именно морально вот как вектор такой я на самом деле когда пришла она все знала с технической точки зрения практически вы и просто систематизировали знания и далее очень грамотно как бы объяснили очень грамотно как искать именно работу как именно именно искать работу на этом рынке ну причесали мозги а у вас не было такого ощущения когда вот вам резюме я написал и вы увидели резюме свое и вдруг вы поняли кто вы на самом деле есть и всю жизнь были просто вы не знали кто вы такого не было это сильно сильное утверждение ну привыкайте к резюме к резюме тоже надо привыкнуть как к одежке так вот напялил на себя и все а вы и вы на самом деле сейчас стали вы выросли из своего резюме как бы она вам теперь тесненько вам нужно доросла доросла ну значит надо брать на вырост сейчас для вас такую шапку для вырост на вырост брать давняя белая рубашка я думаю чего подняться меня наталья квик увезла вот прямо под эту рубашечку у меня была такая морская офицерская фуражка была она на меня забрала и мы купили мы с ней пошли и купили вот эту вместо той marine corp тоже ничего прикольная короче смотрел как-то ваше видео и вы такие вы такой я собираю шапки я так сижу и думаю нормально я тоже шапки собираю вы какие это отдельный вид спорта у меня там что-то моя любимая вот это класс с глазом с рожами этот с глазом а то же у меня есть вот тут но я правда ее на нее тибетейку пока одел так что просто лежит вместе компактнее так а здесь она с очками байк и нет я всегда я с такой шляпки надо байк еще вместо ж нету я репортаж с корлея а там тоже с такими вообще вот так вот хорошо веселуха такая знаете как в детстве на не наигрался нет не было машинок там и все и вот сейчас так хорошо ладно ребят очень приятно с вами потрепаться у вас еще блог есть правда да значит два слова о чем о чем блог ну он такой какой-то комбинированный изначально мы рассказывали о том о своих первых шагах то есть какие-то полезную информацию минимально пытались то с чем мы столкнулись поделиться потом мы когда освоились уже начали просто что вижу и показываю то есть какие-то интересные картинки там грубо говоря куда мы едем путешествия сейчас мы немножко добавляем такое кулинарное направление потому что мы оба любим готовить и мы решили если это нравится нам может быть кто-то еще кому-то интересно что здесь подают подписчиков много 516 о ну чего же народ вы давайте вот что вы мне сбросите в skype ссылочку на ваш блог то есть может быть может быть вы сбрасывали но просто чтобы мне не искать вот и запустим вас ну сегодня я сейчас должен убегать через пять минут вот а завтра или может быть я из дома у меня есть remote access к моему компьютеру может быть я тогда из дома запущу хорошо хорошо ладно давайте тогда успехов и вы еще только жить так успели толком не начинали я так думаю то есть вы с хорошей точки начинаете не с такого старта знаешь там вот уже вот а так уже так встали и побежали хорошо мама не говорит внуков давай говорят все а ну ваши ваши но уже намекают ну не сразу не сразу а вы как вот гражданству будет подходить вот вы тогда значит бабушка привезете сюда чтоб ей не скучать и тогда уже вот а ваши родители же молодые да ну да то как слушайте у вас еще родители молодые ладно родителям тоже привет тогда передавайте вот вот потому что для них как бы очень важно чтоб у вас все было хорошо потому что смысл их жизни в том чтоб у вас хорошо было спасибо вот когда у вас детки пойдут вы тоже будете очень переживать и чтоб все хорошо ладно ребята давайте счастливо вам всем и я надеюсь что мы не не прощаемся а еще встретимся с удовольствием спасибо хорошо счастливо а туда шапой Продолжение следует...